Когда вы видите кого-то на улице, почему вас волнует женщина эта или мужчина? Почему вас беспокоит вопрос, что у кого в штанах? Нет необходимости говорить о правах женщин. Мы должны говорить о правах человека. А женщины — это часть человечества, вот и всё. Важно, чтобы женское начало в мире было настолько же значимо, как и мужское. Садгуру, какое качество вы можете выделить в индийской женщине по сравнению с женщинами из других стран мира? Выделите одно самое лучшее и прекрасное качество. Вы хотите, чтобы у меня были неприятности? В чём отличие индийской женщины, и в чём она лучше, чем другие женщины в мире? Я не знаю, почему мы фокусируем внимание только на женщинах. Мы всегда фокусируем внимание на женщинах, потому что считаем, что они могут быть либо правы, либо неправы. Мужчины, конечно же, всегда правы. И поскольку мы всегда правы, мы постоянно смотрим, правильная ли это женщина или неправильная. Вы должны понимать, что по каким-то причинам природа возложила на женщину большую ответственность в плане выношивания ребёнка и глубокого влияния на ребёнка в раннем периоде его жизни. И когда мы говорим о ребёнке, речь идёт не только о продолжении рода. Благодаря этому вы и я находимся здесь. Так что само наше существование началось в теле женщины. Это если вы появились естественным путём. Я появился естественным путём, но есть люди, которые утверждают, что они появились откуда-то ещё. Мне нечего сказать о них. Если вы родились естественным путём, то ваша жизнь началась в теле женщины. И сегодня мы слишком сильно преувеличиваем простые биологические признаки мужского или женского пола. Я хочу сказать, что когда вы видите кого-то на улице, почему вас волнует женщина эта или мужчина? Почему вас беспокоит, что у кого-то в штанах? Это не ваше дело. Это должно иметь значение только в ванной и спальне. Больше нигде. На рабочем месте, на улице, где бы мы ни находились, почему должно иметь значение, что кто-то мужчина или женщина? Почему нельзя относиться ко всем просто как к людям? Я думаю, что мы чрезмерно сосредоточены на этом. И это создаёт очень нездоровую атмосферу. Это значит, что мы постоянно чрезмерно увлечены частями тела. Поэтому продолжаем разделять людей по половому признаку. Вы не берёте в расчёт их интеллект, способности, компетентность, только их пол. Это предвзятый взгляд на мир. Например, в некоторых аспектах нашей жизни пол имеет важное значение. Но в остальном, в жизни, более важно то, сколько у вас мозгов и на что вы способны. Пол имеет значение только в определённых взаимоотношениях. В остальных ситуациях вопрос пола даже не должен возникать. Только тогда будет равенство. Нет необходимости продолжать говорить о правах женщин. Мы должны говорить о правах человека, о женщиной. Это часть человечества. Вот и всё. Что касается индийских женщин... Мне продолжать? Долгое время в этой стране мы взращивали множество прекрасных вещей. Но из-за недопонимания эти чудесные вещи приняли ужасные формы. Я имею в виду, что многие простые вещи, которые делались для защиты женщины, для её благополучия, со временем превратились в дискриминацию и приняли ужасающие формы эксплуатации. Мы должны оглянуться назад и посмотреть, для чего всё это было создано. Если мы не займёмся этим, то западный мир будет в смятении, потому что они хотят сделать мужчину и женщину равными. Нет необходимости быть равными. Равные возможности — это прекрасно, но не стоит ожидать от женщины того же, что делает мужчина. В чём же тогда смысл полового различия, созданного природой? Важно, чтобы женское начало в мире было настолько же значимо, как и мужское. Но сегодня во имя равенства женщины начинают действовать как мужчины, потому что они знают, что это единственный способ добиться успеха в мире. Единственный способ добиться успеха — это вести себя как мужчины. В наши дни даже женщины делают вот так. В этом нет необходимости, потому что если вы разрушите женское начало, вы поработите женщин. Вы действительно поработите женщин. Если вы не будете ценить женское начало, в мире исчезнет вся красота и нежность. Ваши отношения в семье станут похожи на рыночные. Это уже происходит большими темпами. Прежде чем вступить в брак, люди заключают договор. Как мы поделим имущество, когда разойдёмся? Да, заключаются брачные контракты. До свадьбы уже есть соглашение, если мы разойдёмся, то мой банковский счёт остаётся моим, твой твоим. Как два человека могут так жить? Но здесь всё ещё есть радость от того, что два человека стали одним целым и наслаждаются этим. Возможно, через некоторое время они начнут ругаться, но всё же у вас, по крайней мере, есть радость сплетения двух жизней в одну. Но когда вы вот так подозрительно подходите к этому во имя равенства, вы никогда не ощутите радости познания друг друга, общения друг с другом, единения друг с другом. Ничего не произойдёт. Ваш дом станет рынком. Это происходит из-за неверных представлений о равенстве. О равенстве не стоит даже и говорить. Мы должны говорить об ответственности друг за друга. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова